Девида Боуи 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 Мы вспоминаем о трагической случайной гибели Антона Эльчина, американского актера российского происхождения. Инцидент произошел в момент, когда актер вышел из своего автомобиля, забыв поставить его на ручной тормоз, и машина задним ходом прижала Эльчина, как ради его дома. Мы вспоминаем, что в этот год не стало и Джина Уайлдера, актера, продюсера, сценариста, писателя, лауреата премии Эмми. Ему было 83 года. Мы вспоминаем, что долгая жизнь Анджии Вайде есть нарастающий художественный триумф и мощь его работ. Но еще важнее была линия судьбы самого Вайде, у которого отец расстрелян в Катыни, а сам он подвергался цензурным нападкам в родной Польше. Но это не помешало Анджию Вайде сохранить любовь к отечеству и уважение к российской культуре, которую он посвятил в том числе и своей театральной работе. Мы вспоминаем, что нобелевский лауреат Дарио Фо ушел от нас в возрасте 90 лет. И этот возраст не был помехой для энергии действия сеньора Фо. Он до последнего дня принимал участие в том числе и в политических дискуссиях. Мы вспоминаем, что Леонард Коэн завершил свой земной путь, чтобы наконец встретиться за радугой с той, кто вдохновил его на написание почти всех знаменитых композиций. Его возлюбленная Марианна скончалась в июле, а Коэн, как и обещал ей в прощальном письме, отправился вслед за ней 10 ноября.